В обсуждении тем приняли участие руководители образовательных учреждений, представители от епархии и городского храма. Комиссии были рассмотрены вопросы по направлениям и содержанию программы чтений. Чтения, они не только подразумевают собой чтение докладов научно-исследовательских работ. Это и круглые столы, и семинары, и выставки, и общение. То есть мы вот сейчас рассмотрим, как этот день красиво нам построить, один, когда у нас будет в городе проходить. И каждая секция, как будет называться, какую идею в себе нести, кто будет руководителем, кто будет организовывать это, в какой форме мероприятия пройдут и на какой площадке. Чтение в Кумертау было решено провести в первых числах декабря. Для современного поколения они имеют большое культурологическое и духовно-нравственное значение, так как религия неразрывно связана с историей страны и цивилизацией в целом. Поэтому одной из основных тем обсуждения комиссии стало активное привлечение молодежи для участия в мероприятии. Если мы дадим свободу воли, у нас никто не придет. Но никто не придет. То же самое касается детей. Если их не организовать, преподаватель их не поведет. Вот сюда, Маша, вставай, Миша, здесь улыбнись, вот тут расскажи свой докладик, либо презентацию покажи. У нас не будет вот этого момента. Дети иногда хотят, но они робкие в этом плане. Инициативных таких очень мало. И это касается и студентов. Особенно студентов современности. Не колыхайте меня, я доучусь, и все будет отлично. Целью рождественских чтений является создание некоего моста между обществом и церковью. Мероприятие помогает людям узнать больше об истории христианства и о церковной деятельности для общества сегодня. Образовательные чтения проходят на территории Салаватской епархии на протяжении двух лет. В этом году будет третье образовательное чтение, которое положат еще новые, дадут новые плоды в деятельности и взаимодействии между обществом и государством нашей республики. И уже в нашей республике горожане, гости увидят плоды деятельности как Салаватской епархии, так и других соседних епархий. Это Нефтекамская и Уфимская епархии. После проведения региональных рождественских чтений планируется отправление делегации от нашего города на международный этап, который традиционно пройдет в городе Москва в этом году в 25-й раз. Все те смыслы, которые будут определены, которые будут найдены на епархиальных чтениях, они будут уже транслироваться затем на международных чтениях, там уже аудитория будет более представительная. И все эти наши смыслы, которые мы сейчас понимаем, те, которые мы можем прочувствовать, те, которые для нас важны, мы уже потом будем их переносить и транслировать для всего мира. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».